Итак, ребята, сейчас мы всей школой занимаемся настройкой Visual Studio WS кода. Еще раз, зачем? Я объяснял, да, в сообщении в группе, чтобы в школе была бесплатная разработка, среда, да, в которой можно работать с Python, Kotlin, GC, это в первую очередь. Теперь, что касаемо PyChara. Это офигеннейшая вещь, но часто ребята говорят, что вот платное, хорошо было бы что-то бесплатное. Но, тем не менее, я обращаю ваше внимание, что для Python без Django, да, если взять и скачать, тут есть бесплатная версия, Community, да, то просто работать с Python больше, чем достаточно. Допустим, пришел новичок и начинает только там разбираться, да, с Python, больше чем достаточно. Но, тем не менее, ребята, сейчас я предлагаю вам настроить, вот все оставить, если кто-то только ранее не определился со средой разработки уже полностью, да, и настроить, потому что те возможности, которые я увидел, они очень крутые. И с 2018 года она полностью начала поддерживать Python, поэтому очень круто, да. Итак, мы с вами, что вы должны были сделать до этого времени. Обратите внимание, ВКонтакте я посылаю новость, сейчас пару слов скажу. А в группе есть рубрика ИД для разработки. Поэтому я вас попрошу, все, я даю общее, возможно, кто-то копался, что-то нашел интересную возможность. Ребята, огромная просьба, сразу сбрасываем в группу. Не потом, а сразу, пока не забыли, да, все мелочи. С криншотами, видео, да как угодно. Себе помогайте, помогайте другим ребятам. Возьмите это, это традиция школы, поймите. Так мы живем. Теперь, мы настраиваем ее в первую очередь сейчас в виду под джанго, да. Почему, вот, приведу пример. Записал уроки, да, в принципе, часто люди говорили, все думал, думал, но понял, как объяснить. Вот, Эдуард пишет, да. Валерий Иванович, здравия вам, я разорбался с джанго, теперь все понятно, стало как на ладони. Спасибо, что подняли вопрос с любой под джанго. Ну, многие так ребята пишут, на самом деле, да. Почему? Почему? Сейчас продолжим, но, почему? Даю ссылку на первое видео на ютубе. Эти видео бесплатные. Пять видео, после них будете понимать, как работает джанго. Значит, обратите внимание, я даю видео, ссылку на первый урок, да, потому что в описании будут ссылки на все остальные уроки. Так что разберетесь. Это, чтобы знали, да. Ну, а мы с вами вот сейчас подытожим, что вы должны были сделать до этого момента. Еще один момент. Это первое, это первое, это второе масло, да, стать профессиональной программистой. Так. Сейчас. Вот, человек пишет, да. Это происходит со всеми абсолютно, что в русскоязычном пространстве разочарование джанго, что фреймворк преподносят в таких красках, что изучить за пару недель. Ребят, ну, а я что говорю? Я говорю год-полтора, понимаете? Ну, нельзя за пару недель. Но, тем не менее, путь быстрее нашли. То есть, вот эти уроки, которые я вам дам, сейчас дал вот это, да, то есть, сразу стало как на ладони. И вот, ну, реально начинаю испытывать удовольствие. Абсолютно верно. Он настолько простой, да, но вот эту простоту надо понять. Ладно, разберетесь, все будет нормально. Ладно, погнали дальше. Пока я ссылки сохраню себе в файл, потом в среду. Чтоб мне не забыть ничего. Так, это я не то, что-то сохранил. Теперь то. А это все я дам в уроках, чтобы... А то, зачем все это мы делаем. Чтоб в джан грабблте, потом настроим джи-си, потом настроим котлины, и все будет в шоколаде. Все будет, все получится. Теперь маленький момент. Ребята, я жду от вас, что вы будете работать с Linux. Смотрите, мы с вами сейчас будем затрагивать уроки на сайте, да, там мы делали Django сервер. И сейчас будем на них опираться на некоторые моменты. А сейчас начали Django 2 профессиональное изучение. Я еще раз повторю, потому что, в принципе, и в тех уроках, что дал, говорил про этот курс. Так вот, ребята, перестаньте искать причины. Есть только одна правда. Программисту нужна система, которая полностью подчиняется командной строке. Это Linux. Все. Поставили задачу, разобрались. Научите за три месяца, будет работать как часы. Это непросто, но это реально. Просто надо брать и работать. Уберите костыли от себя. Просто тупо поставили Linux и работайте. Сносите, переустанавливайте. Но рано или поздно, после тренировки десятка раз, вы четко будете знать, что себе настроить, как и к чему. И это будет все происходить очень быстро. Договорились? Договорились. Потому что, говорю, вот, но тоже Эдуард не слышит. Да, надо подтянуть. Надо брать и пользоваться Linux. А то, что мы будем работать с Windows, а серверами будем работать с Linux. Windows вас никогда не пустят. Windows пользовательская система. Вот сидит человек в банке, запустил программу, говорит, я хорошо знаю компьютер, разбираюсь в этой программе. И счастье ему. Все. Если вы хотите настраивать, автоматизировать, работать в командной строке, то это надо Linux, да? Перестаньте искать причины, а начинайте просто делать. Почему надо дать вторую ссылку? Вот парень из Казахстана пришел, и вот он правильно сказал. Вот он. Взял, составил себе план и пошел делать. Все. Коротко, понятно, красиво. Молодец. Так. Теперь. Я быстро проделываю сейчас то, что вы должны были сделать с Visual Studio. Значит, мы с вами уже создавали урок. Вот здесь начали курс. Жанга профессиональное изучение. Я немножко еще потом расскажу по этому курсу. Задачи создания проекта, да? А я его снес. Почему? Потому что я специально отогнал назад, чтобы вместе с вами еще кое-что проделать. Поэтому я его сейчас быстренько и создам. И как раз это будет время подытожить, что вы должны были сделать к этому времени. Итак, давайте домашняя папка, где у вас расположение проекта, определите сами. У меня PyCharm Project. И я создам директорию. Это в PyCharm мы создаем сразу. А здесь будем создавать Visual Studio немножко по-другому. То есть папку создаем вручную, да? И мы с вами разговаривали, что у нас есть Django 2 сервер, да? Мы с ним работаем, с этим проектом. Но так как мы будем углубленно изучать Django, то нам надо все-таки второй проект тестовый. Потому что на том, на сервере мы будем уже то, что вот мы решили, и уже будем отправлять на наш сервер, сделанный VirtualBox. Мы все это с вами проделывали. Давайте еще какой-то проект для тренировки. Поэтому здесь я называю проект, как мы с вами называли, вот в уроке я говорил. Django 2 профессионально я сокращу до Pro, и мы называли его стадией, то есть изучение. Да? Да. Ага. О, она есть уже. Папка с такими у меня есть. Вот, Django 2 Pro, стадией. Отлично. Значит, я его просто открываю. Вы создаете, да? Мы сейчас проговорим. Нет, в группе спрашиваем, что непонятно, упустили, не бойтесь. Глупых вопросов нет, запомните. Так. Ранее я давал видео. В школе, где и переводили мы все. Делали. Сейчас будем плагинами заниматься. Так. Django 2 Pro, стадией. Вот у нас этот проект. Вот у нас наш хелпчик. Сейчас мы с вами создадим файл. Новый файл. Сохранить. И назовем его visualstudio.txt Пока. В тексте. Save. Итак, первое, что вы должны были сделать. А. Вот тут я сделаю по проекту. Потом Markdown поставим. Все здесь есть в visualstudio. Так. Проект Django, да? Курсы, которые мы будем делать с вами. Django. Эй, ну что я там наделал? Первое у нас будет. Это. Вот то, что я давал в видеоуроке. Здесь мы все это в коде. То есть как связано. Как. Как. Между собой. Связаны. Части Django. Значит, второе. У нас идет наработка. Наработка. Как тут правильно выразиться. Часто используемого кода. То есть первым этапом в курсе мы. Вот поэтому настраиваем сейчас среду, чтобы было все у нас под рукой сразу. Первый. Вот дал уроки вам. Первая часть вот этого курса будет. Мы там рассматривали на пальцах, а сейчас будем в коде это все дело рассматривать. Да? Плюс подключим Jupyter, да? Командную строку. Следующим этапом в этом курсе, чтобы уже дошло на всю жизнь. И стоп. Наработка часто использована использованием кода. То есть взяли представление, можно написать так, 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 так. Взяли модели, так, так, так. Взяли URLs, можно написать так, так, так. Но смысл такой, что здесь вы должны к себе проявить максимальную строгость. Я рекомендую и требую от вас, чтобы вы потребовали от себя, что вот на этом этапе код должен набираться быстро, считываться моментально. То есть тренируемся до усрачки, пока не будет сниться. Но понимание мне должно быть, как отче наш, как белый лист. Упустите этот момент. Ну, считайте, завалили дело. Потому что потом мы перейдем к третьему этапу. К третьему этапу уже сложные вещи над Джанго. Без этого не найдете вы в книгах нигде, да? И то, что тоже говорим, мы не будем линейно, да, там, как в книгах, там чушь больше написана. Сложные вещи. На Джанго. Ранее я в уроках говорил. Это типы контента, то есть создание области, где будут у нас встречаться все модели, где мы будем потом... Вы сможете писать любые социальные сети, форумы, любые приложения, перепутать, как хотите, модели. Мы будем использовать сами модели очень широко, абстрактные, прокси-модели между собой перепутывать. Мы четко разберемся, что происходит в отношениях многие там ко многим, многие к одному. В общем, запомните одно. Без четко обработанного второго этапа ничего не будет. Поехали дальше. Теперь по Visual Studio. Потом Markdown установим, сделаем все больше. Пока такой маленький текст. Visual Studio. StudioCoder. То есть вы должны были сделать следующие вещи. Настраивали проект. Первое. Должны были установить. Установить. Я давал вам сайтик, и мы сейчас на него обопремся, потому что я поставил, там парень уже собрал очень классные вещи. Что там выдумывать? Просто потом доставим то, что я рекомендую, а потом уже доставляйте, что вам вообще еще захочется. Хоть что. Придурку показать. О, где это? Эдуард писал. Ну, типа, был дворником за пару месяцев, там, ну, заказанная статья абсолютно с курсов, верно. Был дворником, через два месяца стал программистом. Ахуя! Ахуя! По-другому не скажу. Вот Эдуард пришел. Да, парень, два высших образования, толковые. Был на этого в курсах, да, других. Ну, правильно. Пришел ранее в школу Бувсуновского. Увидел, да, там некрасивый дизайн. Пошел на те курсы. Там нихрена не научился. Тем более, ребят, запомните. Начинать изучать программирование с GC, вот, извините, ргнусь, это полная жопа. Ну, грубо говоря, представьте, я вас поведу сейчас на огород, да, на огород. И буду говорить, вот смотри, Маша, вот это у нас грядка. Приходит завтра Маша, а грядки уже нет. Вот это вот GC, да, там все меняется, может меняться моментально. То есть, начал программирование с GC, вы будете понимать, что язык это полное дерьмо, да. Это просто что-то такое, что непонятно уловить. Начинайте с Python. В Python вы поймете. Первое. Полностью уловите ООП. Потому что все остальные языки ООП кастрированные. Прямым языком. Ну, нельзя, допустим, да, круто, классно оно сделано в Kotlin ООП, но все равно возможности, как в Python, там нельзя сделать, да. Поэтому все другое ООП для вас будет понятно. Вы будете понимать. А, вот это есть, вот это нет. Мне уже понятно. Понимаете? Просто самое широкое ООП, включая метаклассы, самые крутейшие вещи, то, что вот, на чем написано Django, почему она ORM сама делает. Так вот, ребята, запомните. И моя система заключается в изучении второго языка. Потом третий, десятый, уже без разницы. Второй – Kotlin. Я рассказывал, почему выбор Python и Kotlin. Да потому что только новичок выбирает, а что можно писать на языке. Это неправильно. А как правильно? Выбирать по рынкам. Есть мобильный рынок – Kotlin выбираем. Есть рынок Web. Выбираем Python. Следующий язык, который надо добавить – GC, правильно, он ко всем языкам добавляется. Но не ставить его с этими, что, не начинать с него. Вторым, третьим языком – не ранее. Иначе ничего не будет. Иначе будете потом писать статьи. Да, Эдуард, я посмотрел, за месяц начал писать метакласс. Но Django вот сейчас разобрался. И вот на себя испытал, что там за 2-3 недели, почему люди растут в школе Бувсыновского? Это потому что здесь пожизненный доступ. Человек сел и разбирается, пока не разобрался. Будете мне рассказывать? Ну вот, давайте приведу пример. Тоже человек изменил жизнь. Сегодня работает программистом. Миша Беляковский. Вот вам дам статью. Закончил, я не знаю, какие там, но вот он описывал, курсы за 500 долларов в Минске. Ни хрена не научился. Ребята, вы поймите, курсы – это продукт. Да? Это продукт. То есть, надо продавать. Там будет преподаватель вам рассказывать, а сам будет думать, закрыта ли у него теплица на даче. Потому что ему насрать. Будете вы программировать. У него есть поток. Вот пришел Иванов, Иванов будет ходить к нему 90 дней. Ему надо нечто балакать со сцены. Иванов нечто будет писать. Иванов будет выходить, чесать реку, говорить не понимая. Тот будет спокойно идти на дачу к себе и в душе думать, да мне похуй до тебя. Абсолютно верно. Это правда. Почему? Потому что ничего плохого, хорошего. Это рынок. Но продается, люди идут, но наобещали, сказали. Понимаете, это в гугл дураки сидят. Да, они же там ебанутые. Говорят, что для того, чтобы стать программистом, ну хотя бы 10 лет. Ну а тут, ну правильно, за 3 месяца. Ты кто будешь? Да и ни хрена не получится, ребят. Но, слава богу, пришел в школу Бавсуновского, начал писать код. Начал писать довольно сложные вещи. Да, там что-то с курсов осталось. Но, а где личная жизнь? А где что? Человек бежит на курсы, ему надо... Ему надо... Что-то дома сделать. А если жена, дети, то... То есть, какое время? Программирование у вас есть шанс выучить. Только одним способом. Абсолютно верно. Если есть такие еще школы, где есть пожизненный доступ. Вот пришел человек, сегодня разобрался в списках, завтра закрепил, завтра еще раз прогнал. Он знает, что он может спросить вопрос раз, два, десять. Он будет программировать. Потому что так сотни уже выпустились. Потому что это реально. А 10 дней курсы, уже 2000 зарабатывать, вы знаете, наверное, даже на работу не возьмут. Ну, что человек может через три месяца написать? Кроме того, что он... У него будет каша в голове раз. Он напишет простое приложение самое... Ну, пусть на Джанго. Ну, и все. А больше у него даже... Вы подумайте, чтобы даже библиотеку изучить какую-то, уже надо, ну, минимум недели три, да? Какую-то взять вот... Кроме... Есть Python, есть Джанго. Выучите вы ее за три недели. Есть уникумы, да? Которые уже знают другие языки. Но это не выучить. Вот как писал... Как писал Саша Проценко. Тупо надо было заработать деньги. Пришел, смотрел уроки в школе. И тупо писал сайт для медкомиссии. Но это ведь не значит, что он разобрался в Джанго. Он тупо по урокам написал сайт для медкомиссии, забрал деньги и все. Дальше уже чем он там заниматься начал? Нет. Приходит... Извините, что отклонился, чтобы не обманывали себя. Приходят ребята с университетов. Говорят, да, вот писал курсовую по Джанго, но знать его не знаю. Да, вот моменты взял. Потому что на Джанго надо хотя бы год времени, чтобы его именно владеть им. Да? Потому что он очень большой. Но вначале надо уловить концепцию. Дал вам видео. Итак, вы можете меня слушать, можете не слушать. Но просто говорю, не надо думать, что вы прямо там за месяц станете программистом. То, что вы станете программистом, это 100%, если будете работать. Вот идите своим путем. Не забивайте вы голову месяц, два, три. Просто, во-первых, все зависит от времени. Если вы думаете, я буду по часу заниматься и стану через три месяца программистом, вообще никем не станете. Я видел парней в школе, которые, вот, ну, дошли до сайтов Джанго, то есть за три месяца занимаясь по 8 часов в день. То есть это до хрена, да, согласитесь. И вот, где-то я приводил пример. Олег, по-моему, был. Не помню, где его сайт. Ладно. И вот он за три месяца выучил питон на более-менее нормальном уровне. Написал первый сайт. Первый сайт на Джанго, да. То есть уже более-менее понимал. Это вот за три месяца он сделал, чтобы пройти все уроки, все переделать, все. Но это было, считайте, это начальный груз. Это начальный груз только. Это то, что дала школа. Его пока там не было. А вот дальше он начинает развиваться сам. То есть, если вы хотите сказать, я-то понимаю, что через три месяца ничего не будет. Но вот за три месяца можно что стартовый пакет у себя создать, да. А потом встать на ноги. Это в сто процентов. Вот так я говорю, что программистами становятся, люди устраиваются на работу. Да, вот я видел реально, в школе Галанин два года, через два года сегодня работает в банке в Москве. Ну, вот такое где-то, да. Подумайте. Подумайте над этим. А там уже обманывать хотите, вперед. Так, установить. Установить. Я вам дам статью. Еще раз. Я его давал, там парень уже сделал плагины все. Вот. Как раз она мне попалась. Вот он. Спасибо ему за проделанную работу. Так, секунду. Сейчас мы с вами все это прогоним. То есть вы должны были проделать. Скачать Visual Studio. Да, они должны быть для трех систем. В Linux надо пакет DEP. Тем не менее, я закину ссылку. Эти все уроки бесплатные, чтобы ребята хоть как-то начали двигаться. А в школе уже. Значит-то, набираем сразу. Install VS Studio Code, например, Ubuntu 18.04. В принципе, сложного ничего нет. Везде остановка немножко вот такая. Грубо говоря, заходите в ту папку, где установлено. Там будет такой файл. Вам надо ввести тупо вот эту команду. Все. Суда собрать. ГПКГ собирает, да. И понятно, что здесь будет ваш пакет. Сейчас 1.370, здесь было 1.26. Ну, поняли, да. Все, ума здесь не надо. Одну команду, и она готова. Все, дальше ищите. Здесь. Вот она, да, есть. Все нормально. Так, следующий момент. Что вы должны были сделать? Установить. Второе. Русский язык. Кому надо. Кому не надо, не надо. Русский язык установить. Здесь все просто. Вот плагины. Ру-ру. Ру-си-ян. Ру-си-ян. Да, но у меня уже он установлен. Дальше. Здесь управление. Щелкайте на любом пустом месте. Ctrl-Shift-P. Открывает строка. Набираете. Обычно после перезагрузки становится. Если не стал, ланг набираете. Язык интерфейса находите. Все. Здесь все. Дальше. Мы с вами в том видео ранее создавали проект. Третье. Создать виртуальное окружение. Создать. Создать ENV. Итак. Здесь, ребята. Сразу говорю. Сопли. Там. Вот это все убрать. То есть, набирать там ZR, BIN, Activate. Блядь. Хуету убрать нахуй и все. Хуйней заниматься. Значит, смотрим здесь урок. Смотрим здесь урок. Говорю убрать. Значит, убрать. Ставим PIP виртуальный виртуальный в рапор. Обязательно. Вот эти вещи ставим. Вы работаете на Linux. Старайтесь максимально упростить себе жизнь. Тупо. Везде, где есть возможность, делать меньше действий. На это он и Linux. Это в Windows невозможно. В Linux можно все. Запомните. Так вот. Вот эту вещь ставим по этому уроку. Я как буду переделывать сайт, может что-то измениться с ссылок. Потому что я другую базу поставил. Мы там посмотрим, как что будет. Но название в любом случае останется. Мы, когда сервер ставили, все это делали. Все это делали с вами. Понимаете? Когда вот я говорю, надо сделать так. Так, значит, не надо сидеть и думать, размышлять. Потому что не с чего новичку еще размышлять. Да? А надо делать так, как говорят те люди, которые уже на этом собаку съели. А что это значит? Потом, чтобы не создавать и не дурить себе голову, а создавать будем виртуальное окружение. А мы сейчас его как раз... У нас оно создано, но мы покажем, да? С любого места мы будем создавать виртуальное окружение одной строчкой. Здесь, допустим, то у нас должно быть. Ага. Enter. Все, создалось. Где бы мы ни вводили, в любом случае оно создастся только в одной директории. Env. Мы знаем, где искать. Второе. С любого места оно вот сразу активировалось, но мы сейчас уберем. И дальше. Надо виртуальное окружение. Команда Worker. Ну что, разве неудобно? Вот себе ваше виртуальное окружение. Нам надо что искать? Env. Django Pro Study. Абсолютно верно. Пожалуйста. С любого места. Ну, ну что, неудобно? Что, или надо возиться там, думать, лезть, где там эта папка, набирать Activate. Это Linux. Старайтесь все автоматизировать по минимуму. Ребят, договорились? Договорились. Извините, что ругаюсь. Иногда славянам по-другому не доходит. Поэтому, надо же как-то, чтоб волна. Если рассказывать, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, вы и заснетесь около экрана, а так смотришь ты, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Вот и все. И уже вроде опять слушаете. Ну, правильно. Ладно. Без обид я совершенно без лости, ребят. Хочу, чтобы вы делали лучшее. Так. Есть это окружение у нас. Вы должны были все это проделать. Поэтому я дал, кто в школе, проделываем вот этот урок, ставим вот эти все вещи. Раз и навсегда. На сервере ставим их всегда. У себя в Ubuntu ставим в Debian себе. Любая система ставим и все. И забываем о трудной работе с виртуальным окружением раз и навсегда. Договорились, да? Договорились. Так. Сейчас я закончу. Перейдем потом к плагинам. Только надо воды попить сходить. Так. Для участников школы. Ну, кто не в школе, тот делает сам себе проекты. Для участников в школе. Вот это вот курс, где, да? Джанго 2 сервер. И дальше, смотрите, я все перенесу потом по рубрикам. Буду с первого. Джанго профессиональное изучение. Вот здесь мы курс задачи цели проекта. Кстати, и у кого нет доступа, здесь посмотрят видео. И, возможно, ему станет интересно, да? Что он действительно чему-то научится. Так вот. Здесь мы настраивали проект. То есть, я сейчас проект настраивать не буду. То есть, мы здесь его уже создали. Поэтому посмотрите урок и создадите. При этом, я надеюсь, что вы идете подряд, да? Это я вам показываю ссылки. Потому что здесь мы многое уже вначале разбирались. И маркдаун ставили, и джупитер ставили. Но все делали с пайчаром, да? Ну, кроме этого, ребят, я надеюсь, что новички проходят и другие вещи, да? То есть, по минимуму, это надо вот этот план пройти. 1.7. Джанго средний уровень, да? Там уроков 60. Но сделать первый проектик на Джанго. Но лучше посмотреть, как Эдуард говорит, те уроки, которые я сказал. Туда будет доходить все очень-очень быстро и просто. Так. Создание проекта. Мы с вами создавали проект, да? То есть, создать проект вы уже должны были. Значит, теперь нам надо запустить этот проект. И здесь мы воспользуемся именно средой. Вообще, терминал открываем, когда мы хотим работать. Вот смотрите, первая удобная вещь здесь. Как и в пайчаром все. Да, только здесь мы... Там сразу активируется. А тут один раз активировать. Воркан. Значит, мы сейчас вот это... ENV, Джанго, Про, Стади. Разобрали. Мы могли просто ввести начальные буквы и нажать Tab. Но так как везде у меня есть ENV, оно выдаст варианты. А так про Tab не забывайте, да? Автозавершение. Итак, мы сделаем проще. Просто не поленимся вписать. Все активировалось. Теперь, если мы закрываем даже среду, давайте попробуем. Вроде должно быть так. Потому что я же с вами ее изучаю. Просто хочу, чтобы это все было дело быстрее. А так у меня было... А, это я, наверное, надо было сохранить проект. Ну ладно. Так. Воркан. Сейчас попробуем. Сохраним. Как же у меня так получалось до этого? Ну ладно. Один раз ввести даже и с этим расчетом несложно. Все. Активировали виртуальное окружение. Дальше вы должны были создать алиасы. Алиас. То же мы делали в этом курсе. В конце, чтобы удобно управлять сервером, выводить себе ошибки. Все здесь одинаковое. Как с Debian, то же самое и Ubuntu. Мы с вами делали где-то здесь. Под ГРЭС. По HR. Ну, будете смотреть курс, точно найдете. Здесь мы создавали алиасы. ФТП делали. Ну, точно есть, когда будете проделать курс. Алиасы. Что это такие? Значит, грубо говоря, давайте я открою отдельный редактор. Мы с вами вбили в алиасы там. А здесь я себе вбил. И сейчас еще один. То есть, чтобы не набирать Python, менеджерпай и MacImmigration, я создал алиас. Вы по-своему назовете MaMiSTRuns. И еще один алиас я создам для запуска в дальнейшем JupyterNoBook. То есть, чтобы мне не набирать JupyterNoBook, два слова можно усраться, грубо говоря. Извините. Вот. Поэтому я сделаю немножко по-другому. Мы будем с вами устанавливать. И сюда. Так, 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 так. Это хаб. А нам надо JupyterNoBook. Вот эту команду. Чтобы ее не набирать, потому что два слова, это отнимет одну секунду в будущем. А если по одной секунде, так отнимет вообще до хрена. Поэтому мы JupyterNoBook набираем как алиас. И набираем две буквы. Ж, Н. JupyterNoBook и все. Он у нас будет запускаться. Это нам удобно. Да? И так добавляем алиас и не стесняемся. Сохранили. Сделаем, чтобы они сразу у нас отработали. Начали работать. Ну, со следующего запуска точно будут работать. Все, закрыли. Давайте проверим. Команда не найдена. Перезагрузим в среду. Ну, потом будет точно работать. Не помню я как-то. Вот оно. Уроки в школе по 10 минут. Это час, который делаю я долгие. Да, вот все. Она просто у нас в Jupyter нету, но команда начала работать. Ж, Н, да? Так у нас проект есть. Мы находимся в папке этой. Проверим эти команды мои. Ма, макиммигрейшн. Все работает. Мигрейт. Ми. Все работает. Ст, статика. Работает. Ес. Все. Теперь нам надо запустить сервер. Здесь это тоже вы должны были сделать. Запустить сервер. Сервер 5. Запустить сервер. Потому что мы с вами сейчас будем заниматься плагинами. Я просто решил это вместе сделать со школой. Чтобы это все дело быстрее было, а не на самотек пускать. А там уже ребята пусть дорабатывают. Еще раз говорю, ребята школы, прошу в группу сразу сбрасывать. Что-то новое нашли. Сбрасывайте, чтобы поделиться. Так, набираем жучка с крестиком. Вот у нас есть вверху нет конфигурации. Значит, нам надо нажать добавить конфигурацию. Вообще, а, все. Все, я вспомнил, почему у меня... Давайте я назад отвлекусь. Почему? Потому что надо было выбрать среду. Ctrl-Shift-P. Значит, здесь набираем Python. Дай бог памяти, вчера только делал. А, Select Interpretaтор. Чувство Python двоеточие F. Да, но должно быть либо на английском Select Interpretaтор, либо выбрать Interpretaтор. И далее мы находим свой интерпретатор здесь. Давайте попробуем найти. Нет, то, что здесь точно есть... Что-то я его не нахожу. Но он точно есть. Либо я что-то не вижу. Так, ENV Django Pro Stadi. А, вот он. Выбрали. Давайте попробуем сохранить. Я не помню. Или еще раз все-таки давайте не поленимся. Закроем. Но как-то я делал, что виртуальное окружение не уходило. Все равно ушло. Ну, было у меня так получалось. Значит, оно потом точно получится. Опять. Так, мы сейчас будем запускать немножко проект по-другому. Нажимаем жучка. Нет конфигурации. Добавить конфигурацию. Так. Стоп. А что, я питон не ставил? Ну, хорошо. Давайте сейчас... Подождите. Берем здесь. Странно. Это то, что у меня установлено, мы с вами все равно будем ставить. Так, ставится плагин очень просто. Вот это вот набираем. Если ничего не вводить, то здесь как раз будет то, что установлено, отображаться. Давайте попробуем питон-дев. Вот, дебаггинг. Ну, есть. Вот странное поведение. Ладно, подождите, сейчас добьемся. Так. Нажмем WS кода. Сейчас попробуем. Нет конфигурации. Питон стоит. Так. Стоп. Отключить. Включить. Питон-дебаггинг. Да. Сейчас чувствую, что все равно разберемся. Так. У меня сразу. Ну, хорошо. Еще раз. ГНВ стадии. Хорошо. Давайте запустим пока так. Я делал алиаз. Run S. Run S. Так. Все запустилось. Теперь навожу на этот значок. Нажимаю Ctrl и клик. Да. Так. Запустился. Все у нас работает. Да. Вот наш проект. Да. Который мы начали как тестовый. То есть, все здесь заработало. Ctrl C нажимаем. Завершаем процесс. Выбрать. А. Выбрать оболочку по умолчанию. Ну, пусть будет пока та, которая стоит. О. Нажал. Все. Понял. Нажимаем. Зелененькую. Вот. Выбрали Питон. Вот теперь. Джанга. Лаух. Так. Ну, видим, что тоже запустилось. Все. Все. Есть проект. Все. До Петриви. Теперь. Вот это мы закроем. По сути дела. Добавить конфигурацию. Теперь. Пайтон. Джанга. Добавить конфигурацию. А. Ну, все. Мы добавили ее. По сути дела добавили. Ctrl C. Закрываем проект. Открываем. Так. Ну, терминал нам не надо. Открываем проект. Так. Смотрим. Пока. Вот эта конфигурация, она добавляется как JSON. Да. Мы его сохраним. Сохраним. Я все пытаюсь понять, почему у меня... Раньше сохранялась, но ладно. Workon. Так. Итак, здесь у нас все. Запустить проект. Шестое. Создать конфигурацию. Так. Ребят. Ну, вы на крайний случай вот здесь. Пайтон наберите и дебаггер установите. Я не знаю, как он влияет сейчас, потому что мы с виртуального окружения. Но все-таки установите. Может он где-то будет искать. То есть, пайтон дебаггинг. То есть, отладки. В любом случае, просто когда мы в Ubuntu что-то разрабатываем, мы всегда... А, это отладчик. Отладчик, да. Пайтон. Отладчик. Нам надо установить все равно. Чтобы отладка была, как там, где мы его потом найдем. Консоль отладки или где. То есть, здесь вы можете создавать новые и новые терминалы, ребят. Вы это знаете, да. То есть, они здесь будут вот тут вот выбираться потом, да. При этом в новом, если нету, старый раз выбрали. Здесь мы можем также вот тут добавлять. Ребят, очень архиважная вещь. Сейчас покажу, и на этом пока этот урок закончим. Очень архиважная и удобная вещь в этой среде. Это вот, представьте, мы с вами работаем, да. Мы берем... Нам надо открыть settings. Открыли. Нам надо открыть другой файл. Вот здесь есть книжечка. И мы, получается, работаем в другой среде. Здесь мы settings закрыли. А, стоп. Нажмем кликом левым и далее URL. И вот смотрите, теперь у нас setting URL. И если нам, допустим, надо поработать сразу с тем же templates. Так, у нас тут пока нифига нету. Ну, это и нормально. Это и правильно. А, мы же только создали проект. Да, или с другим каким-то файлом, то мы можем создать три. И получается, что мы будем наблюдать то, что нам надо, да. Сразу у нас будет полная картина. Это очень круто. Ну, настолько круто, что... При этом, смотрите, и сетинка осталась. То есть, мы можем переключаться. Это классно. При этом, давайте... У меня стоит... Нет, это все потом уже. Вот, ребята, забыл. Мы будем, когда смотреть те уроки, будем ставить PyLint. Но он, среда, Visual Studio сама предлагает PyLint. Потом увидите, да, сейчас почитайте про него. В тех статьях, что я дал. Надо ставить каждое виртуальное окружение. Мы нажмем Install. Оно, как обычный PIP, сейчас это дело все поставит. Вот, видите, оно мне написало, что надо обновить... Ну, PIP, то есть, ну, потом обновим, пока пойдет. Все, ребят, пока я закончил. Пока я закончил, переходим в наш TXT, создать конфигурацию. И запустить проект. То есть, вы должны были сделать на Джанго сейчас. Что непонятно, новички берем и спрашиваем. Но это дело проделываем. То есть, все, запустили проект. Теперь давайте украшать.